Всем привет! Говорит и показывает GetFun, а на ваших экранах у нас рубрика 100 заказов. И если вы впервые на моем канале, то я должен вас предупредить, что в этой рубрике все отличается от обычных видео тем, то что именно вы заказываете тему для следующего видео. Для этого необходимо только лишь сделать один комментарий, ну очень популярным, чтобы он набрал минимум 60 лайков или больше. И под прошлым видео таким заказом от вас стал линкор Кремль. Но не простой обзор, а обзор после нерфа. И давайте разбираться, что же изменилось с кораблем, в чем принцип вообще корабля и вообще, как же оно теперь играется. Но для начала жми лайк в знак поддержки и пошлите, в общем-то, посмотрим. Ну и для начала давайте посмотрим историю изменения этого корабля. И если говорить по факту, то я не помню ни одного другого линкора, который после релиза в каждом обновлении получал столь долгое время тот или иной нерв. То есть изначально нам уменьшали мощь снарядов, потом уменьшили живучесть установок ПВО, дальше стали уменьшать Сигму, то есть разброс стал еще больше на дистанции, а значит эффективность на дистанции уменьшилась и нам приходится все равно еще сильнее давить. Ну и в конце концов, в недавнем обновлении взяли и еще подрезали постоянный урон от установок ПВО, еще уменьшили количество разрывов, да и даже сами разрывы сделали немного слабее. Ну, с одной стороны, может показаться, что все это критично, да? О, ну теперь вражеский авик точно бросить внимание. Так, кажется, сюда пошли торпедки. Торпеды слева по борту. Так, ну, ладно. О, ну, наверное, очень многие ожидают, что это и будет основным эффектом после последнего нерфа, то есть любой налет авианосца и Кремлю конец. Но давайте проверим, так ли это на самом деле. Но, с другой стороны, если озвучивать, наверное, не самую популярную точку зрения сейчас, то, друзья, мне кажется, что такие нерфы на данный момент нельзя назвать критичными. Потому что главный плюс корабля, они как были, так и остались. У этого линкора есть достаточно неплохое бронирование, которое спасает линкор от закликивателей фугасов, особенно от мелкокалиберных закликивателей. У этого линкора есть достаточно неплохое ПТЗ, которое может частично вообще срезать урон от торпедоносцев, которые к нам прорвутся даже после всех этих нерфов ПВО. Ну и, естественно, тут есть более-менее мощная артиллерия, которая может на средних дистанциях выдавать очень неплохой урон. С другой стороны, что эту среднюю дистанцию нам дают не всегда противники, и поэтому приходится зачастую рисковать. Ну и, опять же, давайте посмотрим. Ну, неужели кажется, что вот сейчас вот после нерфа вот этот вот урон, вот, да, если бы так-то так, вот, что вот этот вот урон можно полностью игнорировать и делать налеты вообще невзирая ни на что? Свои идеи, конечно, пишите в комментариях, но чтобы не быть голословным, давайте мы все это дело протестируем. Ну, а перед этим давайте я еще покажу вам ТТХ, в общем-то, в плане маневренности, но это линкор, никто не ждет от линкора каких-то необычных маневренных данных. Ну и один из неплохих плюсов Кремля – это все-таки маскировка, благодаря чему можно иногда пропадать из-за света или устраивать неожиданные засады. Но это, друзья, я вам покажу во время боя. Ну, а пока, если вдруг кому интересно, как я раскачивал командира, то перки у вас на экране. Подробно я объяснял каждый выбор перка в обзорных видео, а сейчас у нас, друзья, стол заказа, и сейчас хочется продемонстрировать совсем другие качества корабля. Но не будем с этим тянуть, поехали для начала в треню. Ну и для начала, друзья, я предложу вам выйти в тренировочную комнату с авианосцем, потому что где, как ни тут, можно протестировать в идеальных условиях именно выживаемость, дуэльную выживаемость корабля. Потому что в рандоме таких условий вам не создадут, и зачастую, ну, на самом деле, там много будет зависеть как от того, куда вас закинуло, какой респ, как вы объединились с ордером, или, может быть, просто на все забили. Так что нет, друзья, все вот эти вот факторы сейчас попробуем исключить одним простым способом дуэль Кремля против британского 10-го авика. Посмотрим, что выйдет. Ну и смотрите, отлично идет. Просто прекрасно. Тут, кстати, я даже, наверное, попробую усложнить задачу, попробую затаранить целого соотрядного. Ну, пока что вроде бы недостаточно серьезное повреждение, чтобы все это дело тушить. Интересное кино. Давай сейчас еще раз фокус. Фуф! Кстати, а что-то он это... Та питоносцами-то и совсем не нападает. Для кого я ремку тут берегу? Пожарная тревога! Ну ладно, отушимся. Хе-хе-хе. Вот и торпедоносцы. Ну, а теперь покрутимся. Эх, не уместились. Ну, ремка не пригодилась. Неплохой заход, очень неплохой заход. Машня главного калибра выведена... Какой хитрец. Поставил меня на рельс, а потом из-под тяжка дал удар. Хе-хе. Оно все равно, самолет, смотри, но каждый, каждый налет все равно... Очень много самолетов ложится. Не успевает просто, физически не успевает авианоситься, много сделается налетов. Даже несмотря на то, что меня обрабатывают сейчас вот сначала бомбами, всячески ракетами. То есть, если вдруг кто забыл, то живучество ПВО установок тоже по многому была понерфлено. То есть, не в последнем обновлении, но до этого, но это же не так важно. Ну и знаете, что-то вот сейчас мне подсказывает, что я скорее умру от того, что у меня закончились все ремки и закончились все хилки, нежели от того, что меня просто уже совсем поломали. А также давайте попробуем хоть немножечко отомстить нашему противнику. Чтоб совсем не расставлялся. Но опять дайте вот такой очень красивый удар, поставь он мне сейчас на рельце. А деваться мне после этого будет просто некуда. А попробуйте немножко по-другому пойти. Пойдем на отступление. Ну так, возьми штаб-пет, поймем, да? Две. Да, третью, третью опустили. То есть, так получилось получше уйти от этой атаки. Ну, слушайте, то, что я сближаюсь, не успевает-то мои эти. Фокус на ПВО не спевает откатиться между атаками. Пожарная тревога! Неполадки устранены. Ну все, кажется, вот теперь я точно сгорел. Ну, в общем-то, вот и все. Теперь чисто из интересного, друзья. Ну, мое, по-моему, несмотря на нерв, вот так вот в трене ничего особого не повинялось. То есть, как косили мы авиацию, так и косим. То есть, ну, не знаю, может быть, стали чуть-чуть слабее косить. Но не так, чтобы это прям чувствовалось на физическом уровне. Не знаю, может быть, просто в статистике что-нибудь изменится. Давайте спросим у нашего авианосца, может быть, он с воздуха почувствовал разницу. Да, интересный, конечно, ответ. Неожиданно, но не согласен, не согласен. Мне кажется, что если уж и корма для авиакремль, то все остальные линкоры тоже можно назвать кормом. Ну, и теперь давайте, друзья, после вот такого тренировочного сражения в тепличных условиях, перейдем к рандомчику и посмотрим, как справятся с Кремлем другие авианосцы. Ну, поехали, давай. Спасем, спасем союзного эсминца без дымов. Так, ну, хода бедно, чего-нибудь там, да, сбивается. Жалко, не могу посмотреть, сколько сейчас у нашего эсминца сбитых самолетов. Было очень полезно узнать это. Что нам еще тут делать? Торпеды по правому борту. Но только и детонация. Ну, вот это вот другое дело. Так, стоп. Вспышка справа. Торпеды прямо по курсу. Хе-хе-хе. Ах... ну и что-то пока что слушается не ну конечно не как восьмерка сыпется тем не менее атаки точно не проходят бесплатно и ну больно для него так 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 как эти назад особо это от авианосца скрываюсь ну скинул конечно две торпедки но блин потерял 4 самолётика кстати да бомбочки бронебойные да сконцентрировать огонь на указанной цели ну и в общем то 8 8 9 9 самолётиков которые по мнению да вот по мнению авианосца геринг меня спасся но что-то мне подсказывает что в этом бою главный фармер самолётов это все-таки я о привет торпеды по левому борту привет союз не ожидал меня тут увидеть линкор в засаде ночью еще на залпе все хватит чай давай 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 еще чуть-чуть все эх в этот раз только одна цветочка так кстати в любом случае смотрите авик на нас обратить внимание это очень здорово не успели мы даже до него дойти мавик восьмого уровня напомню сейчас если кто-то только-только начал обращать внимание на все происходящее делать налет ну и в общем-то без особого труда в общем-то звено торпедоносцев было уничтожено кстати друзья если звук что это я не изменил так сказать настройки у меня сейчас мой контакте опекает так что если вдруг что не переживайте это пишут мне фу-фу-фу какой везучий вражеский симка да и союзный тоже от всех торпед и вернулся а вот это уже кстати любопытно тебя-то я и ждал но даже не смотря то что я его проворонил налеты и минус 4 4 самолет то есть фокуса поздно поставил у нас пробоина набираем воду запрашиваю поддержку неполадки устранены обновленные сменец противника вижу крисер противника Пожарная тревога Ну, опс, а, нет, это были не торпеды, ой, точнее, это были торпеды Так, сейчас поприветствуем киндеру Хм, один снаряд, и его хватило Семена Таврик Лови, цитаделька, большая, маленькая Хорошая приговорочка Так, ну а дальше пойдем с Огайо побеседуем В принципе, мне кажется, отличный вариант Тем более, что он точно идет оторвать нашу Москву Ну и можешь себе позволить Вот только Москва зачем-то подставляется И сейчас, наверное, будет ей больно Так что нам бы успеть Привет, Огайо Как дела? Так понятно Проще попытаться сейчас фугасами ему выбить Все, штук выбивается А не, смотрите Подставляет борт Странный А, Москву хотелось тогда брать Ну, понятно Что-то, кстати, слишком много бортом Торгует Тошне Пикачука, бронебоечку Наша команда получила преимущество Нужна разведка Пробитие в ПТЗ Моя любимая Да ладно Хорошо, не потребовал Не потребовал выстрела Ну, а теперь Здравствуй, Вик, дорогой Мы пришли Прямо за тобой Ха-ха-ха-ха-ха Ох Слушается Цитательная дистанция Это нечто Может быть, еще разок? Начни атаковать меня, пожалуйста Как же я покажу своим зрителям Мощь ПВО Винкора Если авианосец Даже В бою со мной Не хочет на меня Атаковать Меня атаковать Не гоже, не гоже За это Надо наказывать Ну, в общем-то Вот, друзья Как-то так и получилось Я надеюсь Данный стрим Полустрим Тесса Нарезочка Вот этих вот Красивых моментов Красивых и не очень Красивых моментов Вам понравилось И смогла продемонстрировать Вам мощь ПВО Данного линкора В современных реалиях После чего Вы без моих Каких-то дополнительных Вот Оценочных суждений Сможете сказать для себя Кажется ли вам Что Кремль Окончательно занерфили Или Не кажется Ну и Если это так То, друзья Жмите лайк И не забывайте Поставить лайк Под нужным И хорошим заказом Потому что Следующее видео Тему следующего видео Как обычно Выбирайте вы Ну а на этом все Не болейте Не скучайте До связи Пока-пока